друзья всем огромный привет всем привет вы на канале живи в радости мое имя владимир это моя любимая жена нелли и сегодня мы будем с ней готовить блюдо зеленый борщ щавелем зеленый борщ щавелем по рецепту моей жены как всегда у меня он особенный так что смотрите вот и будем так как уже апрель зелени пошла много зелени будем готовить зеленый борщ наши ингредиенты это говядина бульон говяжий вот он у нас уже сварены потому что вы сами знаете что говядина варится очень долго на часа два у нас здесь два килограмма говядины на кости она вот и сваренная так так же у нас картошка щавель обязательно ножки килограмм где-то ну да где-то килограмм но не забывайте что я три-четыре штучки кладу для картошки целые когда кидается у нас свекла но это все потом расскажу вот щавель у нас зелень лук петрушка укроп 2 свеклы больших но умеет и 3 потому что две маленькие три морковки потому что пол морковки тима съест а так примерно для морковки дать ты можешь этого у нас внизу белый корень пастернак как всегда болгарский перец лучок 2 лука 2 лука вот томат собственного приготовления где-то примерно пол-литра у меня здесь заморозки был и я взяла еще банку на всякий случай если не хватит и специи только соль да я просил перец ну так и не дала перец зачем моем борще перец также у нас при подаче когда мы сварим больше будет еще вареное яйцо и сметана ну это когда будем давать мы все покажем что мы делаем первую очередь мы ставим наш казан на огонь и давай сначала разожгем разожгешь поставишь казан вылим туда бульон чтобы он у нас закипал а потом мы будем все нарезать разжигаем огонь по традиции со словами разжигаем огонь вы разжигаем огонь так ставим наш многоуважаемый казан на 12 литров на огонь даем ему на разогреться сейчас войти пашу сейчас будем наливать бульон да правильно жила правильно казан у нас чуть подогрелся наливаем бульончик все пусть нас наш бульончик закипает а мы тем временем будем делать на этим все нарезать что мы делаем дальше пока наш бульон закипает нам нужно порезать лук это будет заниматься муж мой хочу ему сразу у меня глаза от дыма ты хочешь что причем от лука вот режем моего мелко кубиками вот а я занимаюсь мясом лучок нарезаем кубиками мясо тоже режем мелко тоже кубиками расскажи хоть как за погоду какая у нас погода сюда да ребят 7 нас 21 градус видите мы в майках 11 апреля какой тепло на ветра на правда ветру это же называются еврейские кучки перед паской ваш нарезаем у нас от помощников много сентября и мощно взять у нас тут помогает нам маруся тут помогает усе одна дусинка дома сидит мяукает на улицу просится мы и не пускаем она выбежала сегодня домашняя вообще на улицу не ходит мясо видите как хорошо сварилась вообще рвется даже резать не надо люблю да мы не стали как бы варить варить тут в казане потому что но во первых по дровам как бы мы не в деревне живем в принципе поэтому дров как бы много не напасешься это раз во вторых три часа показывать как мы варим бульон ну думаю вам тоже не сильно интересно мелкими не обещаю кубики получат тимоша сегодня обед говядина марусью тему бульон наш закипел мы кладем лук давай я муж и он она должен 15-20 покипеть и кладем мясо все это кипит а еще еще скину сюда пару картошин для чего не пару даже тройку для чего мы это делаем я люблю когда бы бульон насыщенный то есть он должен немножко быть густоватый картошка мы потом помнём и она даст эту густоту вытащим и помнём это уже не пару это 4 но они маленькие у нас просто да так на пару больших как бы и закрываем огонь на средний да на средний огонь ставил на средний что мы делаем дальше пока у нас варится лук с мясом и с картошкой целиком там казани я буду тереть на терку свеклу и морковку муж будет заниматься можно резать белый корень соломкой и болгарский перец он не очень это любит но деваться ему не куда соломку это конечно давай покажу как кружочками сначала режем и меленько я прошу тебя меленько я люблю это все меня ужас-ужас командир дома и командир думался почему я трудно вы уже поняли что я люблю когда все мелко друзья смотрите прям прочее на терку было соломочка прощай маникюр но получается соломок забраковала честно говоря я люблю готовить 1 мне нужно чтоб на кухню никто не мешал а у нас не кухня оказал готовим здесь вдвоем я люблю включить себе музыку телевизор и разговаривать не очень люблю когда я готовлю кухня любит присутствие тишину тогда все получится будет все очень вкусно ужас короче все не как у людей мы натерли свеклу порезали белый корень сейчас соломочкой да сейчас я буду тереть морковку вова будет заниматься болгарским перцем володя володя как соломочка опять мелко это не так делается как это вот так делается вот поперек ну какая разница это тоньше получается и красивее вот видите как всегда как всегда учат так же у меня не получается ну красивее да Тимоша а где морковочки дам иди мой мальчик тут еще не такой полноценный будет обед солнышко говядина и морковочка иди кирюша ты можешь в кадр покажет тимоша здесь это был взять кирилл с тимошей у тебя все красивее и вкусненько она лопает смотрите морковка сладкая так у нас покипел лук минут 15 достаточно мы сейчас кладем свеклу свекле нужно тоже минут 15 покипеть чтобы она побелела у нас сок дала чем больше больше отличается от других борщей я опять готовлю без зажарки как вы уже заметили это называется правильное питание это за правильное питание добавление жиров тут нету чистая говядина вот но вот сейчас идет пост и можно без говяжьего бульоном его готовить это очень вкусно и полезно столько овощей столько витаминов так мы положили свеклу сейчас она даст свет мой красиво за тут же зеленый больше он принципе знаете не отличается от моего красного борща ничем кроме красном борща у меня капуста а здесь у меня щавель и много зелени а так все то же самое но еще мы добавляем каша яичко и сметану все закрываем и минут на 10 забываем тоже накрываем и 10 минут не трогаем так я буду заниматься щавелем резать его муж мой любимый будет заниматься картошкой резать ее мелко кубиками не есть резать все таки резать думал есть может щавеля мне здесь три пучочка на немали но не маленький да и тем более пока тут перебрала его в пись то не уменьшились да не бывают продают прям большие пучки но они были маленькие давайте 3 кубики опять кубики как ну да покажи мне кубик я не могу как ты режешь понимаешь ли мне картошку я все реже на весу я же вам говорила что у меня вот это вот уже вот так вот понятно понятно прожимайте лайк главное чтоб я понял телезрители поймут между прочим раньше вова не любил борщ зеленый пока я не приготовила но и ну что не любил я как кому инвести не приду а больше а то или на эти такое ощущение что травы просто накидали и все короче хотя это же много кладу овощей и овощей мне очень много и щавеля густи не придут а там зелени такое ощущение так там видно как я нарезаю хоть это может никто не видит этот режут вот это видишь как на весу у меня не надо на весу видишь как кубики оп оп видите как да все видно я всегда говорю надо главное чтоб зритель понял или понял 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 да хорошо веселее все почти дома дочка работает я готовлю практически сам и вообще любую зеленый борщ то самое на любимое блюдо мое из горячих блюд а еще люблю очень постный борщ делается с грибами фасоли мы тоже с вами как мы приготовим вот там зажарку мы делать будем это уже неправильное питание это неправильное питание да ну на подсолнечном масле придется то что больше жиров никаких не будет там не будет мяса мы обязательно с вами приготовим как мы только купим грибы хорошие настоящие лесные мы приготовим с вами не имеющие дуни шампиньер именно нужно прибыть у нас есть друзья в липецке андрей и наталья мы их попросим андрей наталья вам привет просим вашу планом передали грибы или привезли настоящее еще это щавели бы большего едет холодным если готовишь ему не на бульоне а чисто если овощи идут одни вы сидит холодным как всегда это древнерусское блюдо готовит его на украине в белоруссии славян каждого своя специфика приготовления вот даже из салата делают борщ я считала листьев салата как придумал еще очень вкусный салат щавеля вы знаете со сметанка с яичком с огурчиком свежим добавить и до щавель это очень вкусно кого красота я нарезала же щавель мой муж мучается с картошкой это до следующей весны будет резать точно вот а я щас буду резать зелень какой весны радость моя куда осталось если бы не ваши мелкие кубики вот то вашу мелкую зелень нарезать она крупно по-мужски все прям кусочки чтобы раз попробовал и наелся а то вот это вот женщина вещь то маленькие эти то ложечками мешают тому нашу молочку взял ложечка так ложечка но без них тоже плохо зеленушечку тоже меленько да что-то укропчик пахнет как укроп петрушка уже пахнет тимошу домой завели кстати долго дают надоедает ему с ним играться надо постоянно такой любитель дома с кошками поваляться там на кровати наша свекла она дала цвет видите на посветлела у нас вот она прям вот от чего посылок или чё нет какой постановочники дали с тобой потом при варенье она у нас дает пустила весь цвет в бульон что мы делаем так пока оставлю следующий этап у нас идет овощи морковочка может огонь добавить шубана короче ругается же перчик болгарский и белый корень сейчас это все перемешаем и оставляем минут на десять красиво соломочка удачно получилось закрываем огонь у вас примерно ну чуть меньше среднего как ребят закипели наши овощи красивый какой цвет красиво так выливаем томат он можно добавить а потому что томат холодный минут пять чуть-чуть добавим огня покипеть сейчас посмотрю ну короче где-то пол-литра получилось там просто там не полночь было бутылочкой и даем томаты потомиться минут пять закрываем крышечкой томат у нас покипел пять минут вот сейчас муж высыпет картошку давай сначала я вытащу картошку который там наверно уже сварилась и и надеюсь и теперь кидаем картофель такой картофель нарезанный кубиками отправляем в казан аккуратненько помешиваем и все теперь готовим до готовности картофеля накрываем крышкой мы вытащили картофель мощность его помнем толкучкой толкучкой и отправим обратно уже толченый в бульон наш это для насыщенность дает и густоту все теперь разбешиваем хорошо чтоб эта картошка нас растворилась которому потолкли немножко посветлел видите потому что картофель добавили он свет забирает все переварим нашу карту наш картофель крышечкой накрываем и варим картофель так смотрим наш картофель картофель попробовали все творится сейчас мы солим кладу сначала ложку вот пол перемешиваю попробовала еще по ложечке положим посолили кладем щавель перемешиваем красота вот теперь видно что это зеленый больше ему минутку нужно вот вообще буквально минутку он сейчас даже и кладем зелень сейчас теперь скажите что он не зеленый вот теперь я вижу да он зеленый вот видите щавель уже все вот он красавец наш готов красиво больше вот смотрите я порезала яйцо пахнет как яичко порезали налила кладем сметану вот такая подача должна быть борща все потом это перемешиваем и бегим пробовать можно пробовать она горячая приберется вот так вот пробуем друзья пробу вот богатый что жена можем а это вкусно это очень вкусно смотрите молодым чесночком зеленым лучком целаться сегодня не будем будем есть чеснок с луком и борщ это очень вкусно как прям вообще даже не знаю как сказать даже я молодец очень вкусно правда друзья на природе легко быстро и очень вкусно и очень полезно да ты переживала кислые кислинки не хватает в принципе щавель бросили кислинка все хватает очень вкусно друзья готовьте с нами подписывайтесь на наш канал готовьте с нами в казане на костре готовьте дома сами готовьте пишите комментарии да это очень вкусный борщ вообще прям понравилось очень вкус пишите как если по нашему по рецепту мои жены приготовили приготовили если вам понравилось напишите пожалуйста всем вам огромное спасибо всем мира добра здоровья и добра здоровья до новых встреч ты еще что-то хочешь сказать но я вообще-то хотел друзья спасибо вам огромное за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать наши видео я думаю вам понравилось очень всем огромное еще раз спасибо всем до свидания пока пока все как 11 апреля не надо говорить зачем тебе 11 апреля не знаю я уже снимаю все рассказывайте побухтел на чё побухтел на полная глаза дыма так мы подожди мой так мы так мы замучил меня сама если не дает нормально могу к сладкой не знаю тебе виднее всем огромное еще раз спасибо всем до свидания пока пока